К сожалению, на первый взгляд ничем не отличающийся от своих сверстников ребята страдает от нарушений слухового и речевого аппарата. Осваивать выбранную специальность им помогают специальные методики, которые уже 10 лет практикуют региональный центр образования студентов-инвалидов. Теперь у людей с ограниченными возможностями появится шанс применить полученные знания на практике и даже получить за это деньги, работая удаленно. Желающие самореализоваться и принести пользу обществу могут стать гранд-трайтерами, специалистами в области проектного менеджмента. Организаторы говорят, что такие сотрудники – дефицит на современном рынке труда, а значит, могут быть достаточно высокооплачиваемыми. Вот эти ребята, которые с ограниченными возможностями, они получат возможность разрабатывать проекты, общаться с международными донорами в режиме онлайн и продвигать, как популяризировать наш регион, так и привлекать деньги донорам. Сейчас вот в этом евроинтеграционном векторе развития Украины без проекта вообще разговора не будет ни о чем. Основной упор у нас делается, мы очень будем стараться научить ребят интегрировать социальные проблемы в самодостаточные проекты. Обучиться гранд-трайту можно, пройдя 15 восьмичасовых тренингов. Разработчики образовательной программы позаботились и о практике, которая закрепит теоретические знания. 20 мест, предусмотренных для набора в группу, пока вакантны. Чтобы попасть в нее, абитуриентам придется пройти отбор. Предпочтение будет отдаваться тем, кто обладает высокими коммуникативными способностями и желанием осваивать новую профессию. Стремление учиться и несколько интересных идей уже есть у Владимира, который учится на третьем курсе академии. Для меня интересное скреписание в целях медицинской помощи, помощи инвалидам, чтобы была связь между государством и инвалидами. Таких проектов я слышал, но немного. Поэтому реализация проекта не начала, а продолжение тех, которые были. Продолжение следует...